В этом уроке изучаем уровни, что это такое, почему они работают, как их определять, ну и какое у них обоснование, поскольку уровни имеют действительно обоснование. Многие вещи в трейдинге обоснования не имеют так приметы трейдеров, так сказать, а вот уровни это жесткая, понятная, твердая штука, которая имеет действительно обоснование. И это, наверное, одно из важных составляющих трейдинга, составляющих технического анализа, на которые опираться должны все и вся. То есть кто-то может не верить в рамках технического анализа в конкретную какую-то вещь, в уровне верят все. Вот и, собственно, их мы сегодня будем проходить. Если кратко, что это такое, это некие горизонтальные, ну на графике обозначаются как линии, как полосы, об которые вьется цена, откуда она отскакивает, или при пробое которых идет, допустим, разворот тренда, или продолжение, смотря в какую сторону идет пробой. Допустим, у нас горизонтальный уровень есть вот здесь, при подходе к нему цена может отскочить, потом может снова подойти, может снова отскочить, а потом может снова подойти, может пробить, и мы говорим, что произошел пробой уровня. Уровни торгуются от отскока или уровни торгуются от пробоя То есть от отскока, как правило, ну допустим в данном случае отскок будет вниз Можно там вниз в шорт встать, например Или от пробоя, вот происходит пробой, мы встаем в лонг, например Ну стопы, соответственно, размещаем, чтобы контролировать риски, контролировать убыток Сложность заключается в чем? В том, что нужно эти уровни определить Сейчас я расскажу, что это такое, как их определять Ну и в дальнейшем будем много учиться торговать эти самые уровни Как ставить стопы, как правильно заходить в сделку, как там рассчитывать потенциальный риск Это все будет дальше Уровни, но запомнить уровни, это естественно не панацея Мы не должны там торговать только от них Это просто как дополнение к нашей будущей торговой системе Но это важно дополнение, которое, естественно, нужно учитывать абсолютно всем Сейчас объясню, что это такое Грубо говоря, у нас есть определенная цена А вот, допустим, биткоин 24598 долларов стоит Нам нужно продать этот биткоин Мы его раньше купили, допустим, у нас 1000 биткоинов Если я сейчас закину 1000 биткоинов в рынок То есть прямо сейчас продам, цена опустится моментально Допустим, на Binance это еще как-то более-менее нормально То есть вот я, допустим, видите, в стакане округлил до 100 долларов цену биткоина Ну, окей, 1000 биткоинов А, нет, я не туда смотрю, кстати, нет, тут 1000 биткоинов мы тоже просто так не продадим Мы закинув 1000 биткоинов, сразу, видите, 94 исполним, 66 исполним, 15 исполним Вот это все-все-все исполним Ну и куда-то туда дальше вниз улетим То есть где у нас примерно закончится 1000 биткоинов То есть я сейчас считать, конечно, не буду высчитывать 1000 ровно Но вот где у нас наша 1000 биткоинов закончится Ну, наверное, примерно вот здесь, на 23 тысячах долларов То есть фактически мы сейчас закидываем 1000 биткоинов в рынок И опускаем цену сразу вот сюда Ну, тут это не так страшно выглядит, да, это дневной график Если я включу, скажем, 4 часа Вот посмотрите, насколько это будет сильная свечка до 23 тысяч долларов То есть вот сюда Ну, тут, кстати, тоже это не очень сильно выглядит Но, чтобы вы понимали, в процентном отношении это будет сразу минус 6% Ну, кстати, тоже не так много Полторы тысячи долларов опустим Кажется, очень много полторы тысячи долларов Когда биткоин недавно просто 5 стоил В процентах, кажется, много Здесь вот он сильно высоко подрос Это уже кажется чем-то нормальным Но это не нормально То есть если мы в рынок вкидываем сразу И рынок падает на 6% из нас, это не нормально Получается, мы раздаем деньги всем Мы раздаем деньги всем, кто вот тут ордера поставил Мы там шортистам, можно сказать, деньги раздаем Кто в шортах сейчас стоит Он там потом зафиксирует после нас свою прибыль Мы раздаем деньги всем, кто хотел закупиться вот на этих уровнях Ну, то есть вставил в лонг, например Ну, сейчас ему дорого Кто хотел бы долгосрочную позицию набрать Мы этих людей всех кормим А если у нас 10 тысяч биткоинов? А если еще больше? А если у нас сегодня тысяча, завтра тысяча И каждый день по тысяче биткоинов надо скидывать? Ну, например, что мы будем делать? Мы не будем это все в рынок вкидывать ни в коем случае Потому что нас исполнят там далеко-далеко внизу И это Binance, это самая ликвидная биржа И это самая ликвидная валютная пара на Binance И мы уже здесь тысячи биткоинов на 6% опускаем На любой другой бирже или тут на любой другой валютной паре А еще хуже, на любой другой валютной паре на другой бирже Ликвидности не будет вообще Мы там цену в два раза сразу забрушиваем Объемом там сопоставим с тысячей биткоинов Ну, тысяча биткоинов это 20 миллионов долларов Да, вот с 20 миллионом долларов, ну, мы же не пойдем в рынок исполняться Мы все обвалим нафиг И Binance еще более-менее там 6%, а где-то будет это 60% То есть мы сразу отдаем, ну, грубо говоря, из своих 20 миллионов Если на 50% обваливается рынок из нашей сделки Мы забираем, ну, грубо говоря, 10 миллионов только То есть наши 10 миллионов по счетскому пальцу улетучиваются Но не дураки же мы, не дураки Поэтому мы будем ставить лимитные сделки и вставать вот так вот в стакан Можем сразу поставить там 20 миллионов Ну, как правило, так не делается Ставят там миллион долларов Или там ставят 500 тысяч долларов Выкупают, ну, еще ставим, еще ставим, еще ставим на продажу Ну, или наоборот, на покупку там ставим 500 тысяч долларов Ну, распродают, ну, еще ставим, еще ставим И где мы это делать-то будем? Как вот это делается? А выбирается определенный диапазон То есть если нам нормально продавать по 24 тысячи долларов Мы будем продавать по 24 тысячи долларов Если нам цена падает и нам нормально по 20 тысяч продавать Ну, будем продавать по 20 тысяч Ну, если нам не нормально по 16 продавать, там мы, допустим, по 16 заходили или по 17 заходили, ну, там нет прибыли, никакой прибыли, вот тут фиксироваться будет То мы продаем вот здесь, а ниже не продаем И так делают все, так делают абсолютно все И что это значит? Это значит, что есть какой-то диапазон цен для нас приемлемый, где мы можем расставить лимитник И мы расставляем там лимитники, можем расставить сразу, большой, можем там по частям, ну, как правило, все по частям ставят Ну, и кто-то там в диапазоне вообще не ставит лимитник, ну, диапазон для него нормальный и вот ставят туда лимитник только когда цена туда подходит. И что это значит? Ну, грубо говоря, вот в нашем примере, в нашей ситуации. Мы хотим купить биткоин ближе к 23 тысячам долларов, вот сюда. Ну, мы ставим здесь лимитник. Ну, один лимитник поставили на 10%, допустим, на миллион долларов хотим купить, на 100 тысяч лимитник сразу поставили. Как только цена сюда падает, мы там что-то выкупаем, ну, 100 тысяч лимитник еще сюда ставим. И вот тут еще пару по сотне тысяч ставим. И что у нас получается? У нас получается определенный диапазон цен, который для нас премиум, где мы поставим лимитники. Что это такое? Это защита от дальнейшего обвала То есть мы на миллион долларов, выкупая вот здесь вот по лимиту Исполняем чей-то миллион долларов, кто по маркету скидывает То есть кто-то там биткоинов в маркет скидывает на миллион долларов Исполняя нас суммарно в каком-то диапазоне Если бы не мы, то цена бы сразу обвалилась То есть мы как создаем ликвидность, получается, ну и удовлетворяем свою заявку Если таких людей много, как мы Ну или вот у нас там большой объем, ну тот же миллион долларов, к примеру А в рынке нет миллиона долларов Ну у нас вот тут стоит одна сделка на сотню тысяч Ну в рынке там какие-то деньги есть, вот он бьется, бьется об этот уровень Он не может ниже пойти, почему? Потому что пока они продадут нам по этой цене суммарно на 100 тысяч долларов Ниже не пойдут Ну на 100 тысяч нам довольно быстро бы распродали это бинанс, большие объемы Но я к примеру говорю Вот у нас тут на 100 тысяч, допустим И потом резко пробивают, ну то есть вкидывают Оставшись там у нас остается 10 тысяч, да, после первого касания, второго может быть И вкидывают эти 10 тысяч долларов, плюс еще 50 То есть кто-то на 60 тысяч долларов продал биткоин У нас десятка исполнилась То есть тут под нами нету большого объема Он вот моментально пролетает, то есть по маркету исполняя Окей, а мы тут ставим снова еще там 200 тысяч И вот снова бьется, бьется, не может пробить Ну а там заходит уже какой-нибудь маркетный покупатель И там вот тут вот все объемы на продажу исполняет И что получается? У нас есть какая-то... Вот давайте уберем вот эти вот мои подчеркушки горизонтальные У нас есть вот такое движение цены Видите? Ну пару раз вот сюда билось в какой-то уровень Тут в какой-то уровень билось пару раз уровень, понимаете? Уровень это вот какая-то определенная цена, ну грубо говоря в лимитнике Об которой бьется цена То есть уровень это какой-то интерес открытый по лимиту Открытый по бирже Это уровень Он не обязательно вот кто-то его там чертит цент в цент То есть вот грубо говоря вот цена отскочила откуда-то Ой, это уровень прям цент в цент Отсюда она значит отскочит тоже И она подходит и не отскакивает Но цент в цент это не работает Это работает как диапазон Определенный диапазон интереса Определенный диапазон интереса И уровни на графике видно То есть грубо говоря вот смотрите какое движение шло Вот уперлось Пам, сюда уперлось Окей, здесь уже значит какой-то есть уровень Уровень есть всегда То есть тут уровень, тут уровень, тут уровень Но они бывают сильно, бывают слабые То есть оно могло сюда коснуться, там 3 доллара просто может не хватило на пробой И в следующий раз там пройдет, вообще не остановится А может быть он там миллион раз так касается и не пробивает Вот хороший пример уровня, я вам сейчас визуально покажу Все его видят, и это очень хороший пример В 2018 году на биткоине Когда он бился в 6000, не мог его пробить Но потом пробило моментально, резко вниз полетел То есть был определенный интерес у покупателя на отметке в 6000 долларов И оттуда выкупали просто все, по лимиту там ставили Заявки покупали, покупали, всех продавцов все скупали Вот эта цена, тут мой график расчерчен, да Вот, вот эта цена, вот она, видите, вот она бьется всю Вот она первый раз вообще в феврале Коснулась вот 6000, вот второй раз Вот тут раз, два, три, вот тут колебался, колебался Вот диапазон цен Причем обратите внимание, тут нет четкого какого-то уровня Цен в цен 6000 долларов Тут есть вот определенный диапазон Давайте график выше поднимем, чтобы вам было понятно Вот, 6075 вот здесь Ну, неровно, вот кто-то тут вот по 6720 покупал То есть вот диапазон цен, диапазон интереса покупателя Потом он чуть-чуть ниже ушел То есть вот тут прямо в нем стояли И вот тут получается там 5800-6000 долларов Диапазон интереса покупателя, который не могли пройти Лимитного маркета, вернее, покупателя не было Чтобы цену вверху отогнать Ну, вот тут какие-то попытки жалкие были Которые мы не считаем Но стоял лимитник большой И как только лимитник распродали Видите, что произошло тут уже интересно Не было покупателя большого такого, как был здесь То есть тут лимитники стояли А тут разом все по маркету начали продавать Никакого объема не было по лимиту И вот он прошел моментально Но уровень здесь был И уровень имеет физическое обоснование Там стоят заявки на покупку, на продажу У определенных цен И вот, допустим, у нас есть вот какой-то тут вот уровень В котором мы раз коснулись Ну, вот тут еще 2-3, ну, диапазон цен Вот отсюда начинает до сюда Вот у нас тут уровень Вот раз, два, три Потом подошли 4, пробили, полетели И что? Вот у нас есть уровень Его видит рынок И кто-то будет ориентироваться вот сюда При открытии-закрытии своих сделок То есть он работает по принципу, что его видят все Что многие ориентируются вот именно на этот уровень То есть вот цена сюда подходит Кто-то отсюда начнет откупать То есть когда у нас уровень пробивается Вот у нас есть четкий уровень К нему цена будет подходить Здесь будет чья-то стенка на покупку Чья-то стенка на покупку Кто-то там чуть выше начнет откупать Ну, кто-то прямо вот здесь и вот допустим в цена так упадет она уже откорректируется кто-то же ждет бычий тренд надо заходить в рынок но на хаях не вариант кто-то ждет вот именно такой откат и заходит от отката это такая ну достаточно приемлемая приятная цена от уровня понятная конкретно не вот здесь где-то абстрактные какие-то заходы а вот именно от уровня и рынок будет это учитывать будет реагировать не значит это естественно что он туда вот отскочит наверх он может и вниз пробить естественно но если он вниз пробьет отсюда будут уже шартисты заходить у тех кто покупает здесь и вот здесь у них стопы сюда стоят и когда стопы что это такое это продажа то есть кто покупал тут будет продавать здесь и когда если когда если она будет пробивать уровень цена улетает резко вниз то есть уровень то что такое уровень это определенный диапазон цены интереса покупатель и продавца которые открываются в стакан ну вернее в в limited order то есть ставит свои сделка в стакан И они определяют ликвидность, во-первых Во-вторых, объем, который нужно в маркет закинуть для дальнейшего движения И чем больше лимит стоит, тем сложнее цене двигаться, поскольку нужен огромный объем в маркет Вот